В Мурманской области сформируют проектный офис для экспертно-аналитического сопровождения мероприятий в опорных зонах. Его первое заседание состоится уже на следующей неделе. Об участии региональных властей в доработке законопроекта о развитии арктической зоны России говорили на оперативном совещании в правительстве области. Законопроект о развитии арктической зоны был обнародован буквально на днях. Он предлагает новый комплексный подход, основанный на опорных зонах. Для Мурманской области документ имеет огромное значение. Став законом, он определит развитие всего региона, подчеркнула Марина Ковтун. На данном этапе мы с вами активно работаем для того, чтобы в законе были учтены все наши предложения. Предложения наши, как правило, носят практический характер, они выстраданы нами. В эти предложения заложен весь наш предыдущий опыт работы и взгляд на будущее развития нашего региона. По мнению региональных властей, в федеральном законе развития арктической зоны России должно быть предусмотрено нормативно-правовое регулирование создания, развития и функционирования опорных зон, а также основные направления и механизмы их государственной поддержки. Тем более, что именно Мурманская область выступает пилотным регионом, где такой подход будет опробован путем формирования Кольской опорной зоны. Эта задача самому министерству не под силу, не обойтись без субъектов. И поэтому в режиме видеоконференции буквально в конце июля было проведено совещание с представителями Министерства экономического развития России, где нам была дана установка, что мы должны до сентября все материалы подготовить по этой программе и представить в министерство. Будут созданы проектные офисы. Мы такой проектный офис уже создаем, приняли решение также 28 июля. Задача вот этого проектного офиса станет подготовка предложений и обоснований по созданию и развитию Кольской опорной зоны, а также выработка и механизмов, и инструментов, и условий, благодаря которым эти проекты могут быть запущены. Планируется, что первое заседание проектного офиса состоится на следующей неделе. Предложения и замечания регионок законопроекта уже направлены в федеральный центр. Аналогичная работа ведется и в отношении госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» на период до 2020 года.